Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. И я с удовольствием продолжаю серию видеообзоров, посвященных шедеврам мировой классики, современной мировой классики, шедеврам шахматных программ, которые, так же, как и люди, соревнуются между собой, играют, творят, жертвуют. Спасибо всем большое за огромное количество комментариев и лайков, которые собрал первый видеообзор. Было очень интересно их читать, и я надеюсь, что этот видеообзор получится не менее интересным. Итак, переходим к партии. Играют наши старые добрые знакомые Стокфиш и Лила. Отмечу, что эта партия игралась с достаточно серьезно укороченным контролем времени, а именно каждой программе давалось всего 3 минуты плюс 2 секунды на ход. Пусть это и движки, и шахматные программы, но 3 минуты, конечно, даже в партии между движками не стоит ожидать какой-то глубины, особенно на первых ходах. Но, тем не менее, смотрим и получаем удовольствие. Итак, Стокфиш играет белыми, Лила играет черными, Е2, Е4 начинают партию белые, Е7, Е5 открывают черные. И, внимание, сюрприз! Ф2, Ф4 на доске Королевский Гамбит. Продолжение темы еще одного обзора, который, я надеюсь, вы уже посмотрели. Мы обсуждали Королевский Гамбит в исполнении Яна Непомнящего. Сейчас же мы посмотрим за Королевским Гамбитом в партии движков. ЕФ, принятый Королевский Гамбит, Конь Ф3. И здесь ход, который вызывает у меня недоумение. Я не могу понять, с чем он связан. Возможно, этот ход был задан программистами с тем, чтобы компьютер его сделал, потому что на самом деле, как вы отмечали в комментариях, иногда компьютерные программы начинают партии с каких-то определенных теоретических позиций. Для меня ход H5, который последовал, выглядит как маус-слип. Так кажется, что Лила хотела сыграть H6, ход, который делается, пусть он не такой популярный, но, по крайней мере, содержащий себе идею укрепить пожертвованную белыми пешку, лишнюю пешку черных, ходом G5 впоследствии. Но почему-то, по каким-то причинам, был сыгран ход H5. Хотя на мой вопрос, как раз организаторам этого мероприятия, какая была задана начальная позиция этой партии, мне сказали, что компьютеры играли с первого хода. И тогда, честно говоря, вопрос остается к Лиле. Почему же сделан был ход H5? Но еще один вопрос возникает. Неужели Стокфиш на самом деле самостоятельно разыграл королевский гамбит? В общем, очень много интересного, но идем дальше. H5, D4, белые открывают слона, нападают на пешку F4, G5, и все бы хорошо, но вот ход H5 настолько нелеп, что сейчас после H4, достаточно стандартной атаки пешки G5, нет возможности укрепить эту пешечную цепь по диагонали C1, H6 и черным приходится двигать пешку вперед, G4. Белые смело направляют коня на G5, и их идея заключается в том, что после хода F6, который последовал в партии, конь так и остается на G5. Следует слон бьет F4, жертву фигуры за две пешки. Достаточно стандартная жертва в королевском гамбите, но тем не менее, очень интересно видеть, что и компьютерные движки идут на подобные жертвы фигур. Что будет, если черные не примут эту жертву? Например, если они попытаются как-то развить свой ферзевый фланг, сыграть D6, тогда белые тоже продолжают развитие конь C3, и рано или поздно черным придется съесть этого назойливого коня, потому что пешка на F6 ограничивает фигуры же черных, и развиться не получается без взятия на G5. К тому же у белых есть очень неприятный ход слон C4 с давлением на пункт F7. И после FG, скорее всего, возникнет примерно та же позиция, что и в партии. Поэтому возвращаемся к седьмому ходу черных. Слон бьет F4, белые сыграли, FG приняли жертву, черные слон бьет G5, слон Е7. И эта позиция, и вообще вся эта партия – яркий пример на тему позиционной жертвы фигуры. Самое сложное в шахматах – как чувствовать инициативу. Нам объясняют в детстве примерную ценность фигур. Мы знаем, сколько стоит конь, сколько стоит слон, сколько стоит ладья, ферзь. Но сколько стоит инициатива, сколько стоит время, когда жертва выгодна, а когда нет. И это чувство приходит с опытом, иногда не приходит вообще. Но движки достигают просветления и понимания, жертвовать или нет, путем расчета вариантов. То есть и таким способом можно определить, хороша жертва или нет. Но тем не менее, когда наблюдаешь за такими позиционными, можно сказать, шедеврами со стороны компьютеров, это очень сильно впечатляет. Итак, за что же белые пожертвовали фигуру? Ну, прежде всего, за две пешки. То есть на самом деле пожертвована всего одна пешка, если перевести в пешечный материал. Ферзь d2 укрепляют белые слона. Конечно, когда мы жертвуем материал, мы стараемся не менять фигуры, так как это уменьшает наш атакующий потенциал позиции. И белые ждут решения черных по отношению к этому слону. Если черные побьют на g5, после хода hg пешка белых на g5 ограничивает коня g8, белая ладья по линии h вскрывается. И черный король, как был в центре, так скорее всего и останется, потому что ход 0-0 здесь уже выглядит скорее невозможным при такой вот конструкции фигур. Ну, а если черные будут продолжать развитие d6, конь c3, например, слон e6, 3-0, получится что-то похожее на партию черным не так просто развивать фигуры. Коня на c6 развить нельзя ввиду d5. Если его вывести на d7, то белые, уведя короля из центра, уже могут приступить к каким-то действиям в центре и на королевском фланге. Например, продвинуть пешку g6, где-то пригрозить ходом g7 и затем найти и выбрать удачный момент и прорваться по центру. Это лишь примерный вариант того, что может ожидать черных и как может развиваться партия, если побить на g5. Но в партии черные предпочли сделать ход d6, пытаются они закончить развитие. Обратите внимание, белые тоже делают развивающий ход. Конь c3, слон e6. Здесь пока все очень логично. Слон d3. Побили таки, не выдержали. Черные побили на g5. Аg, конь d7. И получилось что-то похожее на то, что мы с вами обсуждали. Я рассказывала о возможности уйти в длинную сторону. А здесь белые в этой партии ушли в короткую сторону. Сделали ход 0-0. Ферзь e7 последовала в партии. Интересный вариант мог бы получиться после хода c6, Если бы черные как-то пытались вывести ферзя на b6, могло бы последовать конь d5. Симпатичный удар, который часто встречается в сицилианских построениях. Король черных задержался в центре. И белые пользуются тем, что их король уже ушел. Освободил поле e1 для ладьи. И сейчас после cd, ed, слон d5, слон g6, черный король попадает под матовую атаку ладья. После король e7 может последовать ладья e1. И на слон e6, например, вот такой вот изящный мат ладьями. Поэтому черные не пошли c6. Решили сыграть ферзь e7. И попытались увести короля в длинную сторону, Чтобы не считаться с различными прорывами в центре, Которые могут быть очень неприятны черным. Конь b5. Нападают белые на пункт c7, пользуясь тем, что ферзь ушел. 3-0. И внезапно атака белых становится опасной и на ферзевом фланге. На королевский фланг черному королю не удалось уйти. В центре он тоже себя чувствовал очень-очень дискомфортно. Но и на ферзевом фланге не находит он покоя. c6 было сыграно в партии. После конь b6 последовал бы ход d5. И мы видим, что ферзь скрывается. И как раз подчеркивают белые недоразвитость черных фигур. Конь на g8 пока так и остается свидетелем. Ни одного хода он не сделал. И вряд ли сделает в ближайшее время. А ладья на h8 и слон на e6 под боем. В партии последовал ход c6. Но этот ход ослабляет структуру вокруг короля. И белые набрасываются на короля. Черных. Конь a7. Король b8. Еще одна жертва. Вскрывающая черного монарха. bc. Ферзь b4. Шах. И король начинает себя чувствовать очень-очень неуютно. Король a7. Ферзь a5. Шах. Король b8. Слон a6. Угрожает мат. Ферзь b4. Ферзь b7. Атака развивается сама собой. Обратите внимание, как некоторые детали позиции делают позицию черных практически безнадежной. Вот то самое положение коня на g8. Очень важное положение пешки на g5. Которая держит не менее важный пункт. f6, который мог бы пригодиться как для коня g8, так и для коня d7. Не может конь никуда уйти. Но и главное, главное, что ферзь черных защищает как пункт b7, так и ладью на d8. Например, если попытаться подключить ферзя к защите короля, то после ферзь b6 король a8 последует слон b7 с отвлечением ферзя. И затем ферзь бьет d8 и победой. В партии последовал король a7, ход который вряд ли бы человек, честно говоря, даже рассматривал. И тоже пример нечеловеческой игры. Я думаю, если поставить эту позицию 99 шахматистов из 100, как-то отойдут слоном. Либо на b5, либо на c4, либо на d3. Затем пойдут где-то в ферзь a6. И у них будет очень хорошая позиция. Но компьютер играет сильно. И играет он всеми фигурами. Ход ладья a d1 следует. Такие ходы очень сильное впечатление обычно оставляют. Неторопливая игра. Черные никак не могут воспользоваться той передышкой, которая у них возникает, и защитить своего короля. А белый спокойно подводит фигуры, и атака становится неотразимой. Ладья a8, ферзь c7 шах, жертва еще одной фигуры, которая только лишь перекрывает дорогу. Перед королем король a6, ферзь c6, король a7. И ладья вступает в бой. Ладья a3. Очень неприятная угроза. Убегает король с линии a на линию b. И следует такой симпатичный, изящный тактический прием на тему отвлечения. Слон на e6 держит под контролем пункт b3. Ладья b3 сразу невозможна. Ввиду этого можно, наверное, сыграть попроще. Какой-то ход c4 сделать. Но компьютер видит другое продолжение, и стокфиш делает ход ладья f5. Выясняется, что после слона f5 слон уже не защищает на b3. Может последовать просто мат. Несколько ходов. Ну а если ладью не брать, то по линии b объявляет шах. Не ладья с d3, удивительным образом, а ладья с f5. Ладья b5 шах. И, в принципе, в этой позиции уже много ходов ведет к победе. И еще раз интересно посмотреть на некоторые действия белых в этой абсолютно уже выигранной позиции. Лишняя фигура. Конь у черных, но за коня у белых 5 пешек. Так что материальный перевес уже на стороне белых. Ну и атака продолжается. Король как был слабым, так и остается слабым. То есть белые не довольствуются тем материальным перевесом, которые имеют. А выигрывают, создают угрозы и вынуждают черных потерять еще больше материала. Ферзь a7, шах, король, c8. И я думаю, здесь большинство из нас выиграло бы ферзя ходом ладья c3. Ну и затем партию. Однако компьютер проводит такую симпатичную разменную комбинацию. Сначала он берет на e7. И на ладья e8 вновь ходов ведущих к победе много. Но следует изящная ладья a8. И после ферзи a8, ферзи e8 выясняется, что партия заканчивается в пешечном эншпиле с огромным количеством лишних пешек. Так как компьютерные программы играют до конца, в партии еще последовало несколько ходов до того, как белые заматовали черного монарха. Все эти ходы, конечно, необязательны. Но ферзи a4 мат и черные сдались. Что же, очень симпатичная партия. Надеюсь, вам она понравилась. Обязательно ставьте лайк. Делитесь своими комментариями по поводу единоборств компьютеров. И пишите, какие партии, может быть, вы уже видели из таких вот поединков. Или что бы вам еще хотелось посмотреть. Прощаюсь ненадолго. Не болейте. Играйте в шахматы. Пользуйтесь шахматными программами, чтобы научиться играть сильнее. Но не забывайте читать шахматные книги. С вами была Александра Костенюк. Всего доброго. До скорых встреч.